Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей уютной домашней семейной телепередачи «Встреча у Камина». И вот в преддверии весны, которая, в общем-то, скоро нас ждет, и вместе с ней приходит замечательный женский праздник, который мы отмечаем, я решила, дорогие телезрители, пригласить на телепередачу всех тех, кому за 80 лет. Потому что есть женщины с большой мечтою, во всех нарядах хороши, не только внешнюю красою, посмотрите на них, но и красой своей души. Перед вами сидят Мария Ивановна Кулешова, в прошлом педагог, очень уважаемый человек, который скоро будет отмечать свое 90-летие. И, дорогие телезрители, не скрывает она свой возраст, потому что, посмотрите, она даже на королеву похожа, Англии, Елизавету, и ровесница почти ее. Но она живет, а не доживает, потому что старость дается только избранным, и старость еще надо заслужить. Свой возраст заслужила Валентина Александровна Ашпетова, известный торговый работник. Она в голодные и холодные дни города его кормила, так могла по-всякому. Она вырастила все, что могла, и детей, и внуков, и правнуков. И годы жизни после 80 лет она отдает большому проекту «Играй гармонию уральская». Собирает вокруг себя огромное количество людей, пользуется большим уважением и авторитетом. И даже пишет стихи. Ну-ка, Валентина Александровна, что тут прямо сочинили накануне? «Совсем немного надо знать. Любить, трудиться, уважать. В России так уж повелось. Нельзя жить только на авось. Россия – сильная страна, работает народ сполна. Все вместе мы неотразимы и никогда непобедимы». Молодцы! Все вместе мы неотразимы и никогда непобедимы. Вот какие у нас девчонки. И глядя на них, мне кажется, многим из вас захочется встать, выпрямить спинку, сделать причесочку, одеть шляпку, выглядеть так, как выглядит наша женщина. Ведь каждый из нас хочет выглядеть моложе своих лет. Не надо выглядеть моложе своих лет. Надо вот так вот выглядеть в свои годы. Хорошо выглядеть в свои годы. Элегантно одеваться. Это у нас группа женщин на проекте «Играя гармон уральской». Группа сударынь, которые одеваются безупречно. Всегда хорошо причесаны. Татуаж, макияж – все с ними. А ведь я вам назвала их возраст. Мария Ивановна отмечает. Когда мы будем отмечать? 25 апреля. 90-летие? Нет, еще 89. 89. А там и 90. Вы можете представить, какие женщины у нас в студии? О них легенды надо складывать. Песни и книги писать. Они сами это делают. И поют замечательно. Когда поет Мария Ивановна, вокруг нее женщина, говорят, ой, Оренбургский народный хор приехал. Ну, а Валентина Сергеевна у нас Стрельникова с нами с первых дней служит гармонии. Но если перечислить ее профессию, я тоже поражаюсь. Вы представляете, она проработала строителем. Ну, каким строителем? Дом пристроил их на биофабрике? Ее стройка. Где вы работали? Кем там? Я там работала мастером. Мастером. И там, вы знаете, как мы нас затапливали? Там было внизу. Да понятно, как все строилось. Психдиспансер Круторожина строила. Да, строила. Наша Стрельникова Валентина Сергеевна. Дворец бракосочетания создавался. Тоже строила. Шикарный, уникальный в стране. Тоже она строила. Драматический театр. Тоже строила. Весь город строил, но не в первую очередь. И дома по улице Краматорской, да, до улицы Станиславской. Это все была ваша стройка. Ну, какие замечательные женщины. А тоже, когда только, значит, пришла пора делать татуаж, первый, в первых рядах пришла у нас Валентина Сергеевна. И они, посмотрите, действительно очень стройные. Действительно всегда на ногах. Действительно всегда в поездках. И на теплоходе, и в санаториях, и в путешествиях. Нет ни одного путешествия, где не поучаствовали бы наши женщины, которым столько лет. И поэтому я думаю, что пусть этот весенний праздник, он пройдет в первую очередь для вот этих наших мудрых, красивых, интеллигентных очень, обаятельных и очень элегантных женщин. И возраст у них бархатный и элегантный. Именно в отношении этих женщин можно сказать, а вы седой, сказали мне при встрече. А были черные. Был, ответил я. И что-то мне легло тот час на плечи и придавило камнем бытия. А ты не старый, как-то мне сказали мои друзья за праздничным столом. И мне как будто руки развязали. И туго свистнул воздух под крылом. Друзья мои, внушайте людям веру. И чаще говорите «добрый день». Следуйте хорошему примеру. Продляйте добрым словом жизнь людей. Вот и сейчас мы с вами добрым словом хотим продлить жизнь этих уникальных женщин. Которые, в общем-то, гордость, считай, нашего города. И лицо его, его визитная карточка. И, конечно же, я хочу, чтобы они тоже, в свою очередь, поздравляя людей с весной, сказали свое пожелание нашим горожанам, нашим девочкам, девушкам, женщинам, сударыням. И также тем, кому за. Мария Ивановна, ваше пожелание. Дорогие друзья, мне от души хочется всех вас поздравить с наступающими праздниками 8 марта. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, неистекаемой энергии, любви, уважения ваших детей, внуков, правнуков. Быть счастливыми, быть добрыми, быть здоровыми, быть красивыми, такими, как настоящие женщины. Спасибо. А мы пожелаем Марии Ивановне Кулешовой, педагогу, очень известному, любимому в городе, дожить до ее 90-летия. И пусть она остается королевой проекта «Играй гармонию» Вальшская, у нее и прическа королевская. Вот корона маленькая, ей еще не хватает, поэтому ради короны стоит дожить. Хорошо, спасибо. Валентина Александровна, ваше пожелание горожанам? Дорогие сударыни и сударушки, именно дамы, именно девочки, поздравляю вас с удовольствием. Мы желаем здоровья, здоровья детям, внукам, правнукам, всей семье, каждому. Всего вам доброго, хорошего вам настроения и любви. Спасибо большое. Ну что ж, дорогая Валентина Сергеевна, как-то мы с вами тоже так хорошо подружились однажды в поезде, целую ночь, понимаете, ехали, да? Да. Ваше пожелание нашим телезрителям? Ой, я в первую очередь желаю, что все были здоровы, что все, что они захотели, что все у них сбывалось. Красивые. И все, что они захотели, чтобы все исполнилось. Все сбывалось. А вот на вопрос вы можете ответить, когда жить вот до таких лет и так при этом выглядеть? Вот в чем ваш секрет? Работать, работать, работать. Татьяна Викторовна. Асмария Ивановна? Работать, работать, совершать экскурсию, не быть посиделым дома, а быть в движении. В движении – это жизнь. В народе. А может, всех на стройку? И похудеют, как вы, и стройными будут. Может, всех на пенсии? Хорошо. Так, а мне сегодня от души хочется повроздарить самую такую любимую, самую замечательную женщину, которая отдает все свое тепло, все свое внимание. Она всегда выручит, всегда поможет, всегда будет рядом. Я очень ей благодарна. И поэтому я сегодня ее от души поздравляю с нашим замечательным сегодня днем. И при всем присутствии я поздравляю Ашпету Валентину Александровну благодарна ей за все, за все хорошее. Спасибо, Валентина Александровна. Все правильно. Вы у нас воспитательница. Спасибо большое. Не ожидала я этого поздравления. Спасибо большое за приглашение. Спасибо за приглашение.